Денис Чередов Денис Чередов Вот первые видеокадры с места ЧП. В центр города были стянуты представители всех оперативных служб города. Полиция сейчас сообщает, что в результате взрыва пострадали два человека. Они получили незначительные травмы. Мы следим за ситуацией в прямом эфире. Если вы сейчас находитесь недалеко от места аварии, сообщайте, что сейчас там происходит на 47 улице. Вы можете написать нам об этом в комментариях в фейсбуке. Прямой эфир дежурного по Нью-Йорку сейчас идет на нашей официальной странице в этой социальной сети. Ну и мы будем продолжать следить за ситуацией. Пока к другим новостям в Квинсе. В Флорал Парке прохожие обнаружили тело молодого человека. Позже полицейские установили его личность. Это 19-летний житель Нью-Йорка Джей Паттель. Очевидцы рассказали следователям, что они видели, как неизвестные люди привезли тело Паттеля и бросили его на тротуаре. Результаты экспертизы подтвердили версию полицейских о том, что студента колледжа убили. Он получил огнестрельное ранение в живот. Поиски подозреваемых продолжаются. И до сих пор непонятен мотив убийства Джея Паттеля. Родные молодого человека заявили журналистам, что их сын никогда не был замешан в криминале. Ну и там же в Квинсе из популярной школы боевых искусств уволили известного тренера Тэквондо. Гектора Куинча обвиняют в изнасиловании ученицы. Эту историю сейчас обсуждают многие родители в Нью-Йорке. Что грозит задержанному и как этот скандал отразился на репутации подобных учебных заведений, попыталась выяснить Алина Полянских. Вот та самая школа боевых искусств Хьюгос в Квинсе. Больше 35 лет здесь тренируют детей от 4 лет. Центр по-прежнему работает, несмотря на громкий скандал, связанный с одним из тренеров. Речь идет о Гекторе Квинче, 36-летнему спортсмену, предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании 12-летней ученицы. По данным полиции, впервые Квинче вступил в близкие отношения со своей подопечной во время летних каникул в августе этого года. Тренер целовал ребенка и трогал 12-летнюю девочку за интимные места. А в минувшую субботу мужчина надругался над ребенком. Все эпизоды, которые сейчас расследует полиция, произошли прямо в школе, где Квинче имеет исключительно положительную репутацию. Я, честно говоря, удивлен. Тренер – настоящий профессионал, очень хорошо относился к детям, очень приятный и всегда очень уважительный. Имя пострадавшей девочки пока неизвестно. Ее родители тоже обошлись без публичных заявлений. В мире боевых искусств Нью-Йорка пока не спешат с выводами. Трехкратний чемпион мира по карате и основатель собственной школы боевых искусств Георгий Мачебели считает, что эта история требует тщательного расследования. Здесь дети растут по-другому. Они жалуются на все. Поэтому, когда ребенка делаешь или растяжку, протягиваешь ноги, там есть упражнения, где надо трогать ребенка, поправить форму и так далее. Это может ребенок не понять правильно и не принять это правильно. И пожелать дома, что тренер потрогал. Появился специальный курс, где получаешь страховку на это, иншуранс, что проходят специальные курсы, где учат тебе, как надо обращаться с ребенком. Не важно, это мальчик, девочка, не важно. И получаешь сертификат, что ты прошел этот курс. И ты обучен, и знаешь, как вести себя с ребенком. Спортивные школы вроде этой чуть ли не единственная возможность для родителей со средним и низким доходом позволить своим детям спортивные занятия и тренировки. Для сравнения, классы в фитнес-центрах обойдутся больше 2000 долларов за сезон. А боевые искусства вот в таких дворовых школах доступны почти всем и каждому и стоят чуть больше 100 долларов в месяц. Сексуальное насилие – серьезное обвинение. И если вина тренера Гектора Куинча будет доказана, за решеткой он провезет 25 лет. Вчера суд Куинца постановил отпустить его на свободу под залог в 100 тысяч долларов. Следующее слушание по этому громкому делу назначено на 8 ноября. До этого времени тренер отстранен от работы с детьми и тренировок. Алина Полянских, Зал Чичева, RTVI, Нью-Йорк. Я лишь добавлю, что если вы узнали этого тренера, и у вас есть какая-то информация, прямо сейчас, в прямом эфире, вы можете ею поделиться с нами на официальной странице телеканала RTVI в социальной сети Facebook. Вы можете оставлять прямо сейчас комментарии, и мы обязательно озвучим ваши новости в этом выпуске. Ну а пока к другим темам. Двое экс-полицейских Нью-Йорка, Эдди Мартис и Ричард Холл, не смогут в ближайшие пять лет покидать страну. Суд приговорил бывших сотрудников правопорядка к испытательному сроку за то, что они занимались сексом с подозреваемыми женщинами. После судебного приговора экс-полицейские вышли из зала суда в вполне хорошем настроении. В прокуратуре удалось доказать, что офицеры в октябре 2017 года, работая в Бруклине, задержали троих женщин. Их подозревали в употреблении и хранении наркотиков. А затем, по версии следствия, полицейские изнасиловали задержанных. Из правоохранительных органов Мартиса и Холла сразу же уволили. Следователи настаивали на реальном наказании для экс-полицейских, однако суд приговорил их лишь к испытательному сроку. В «Сожгите его дотла» такими криками встретили в Квинсе новый приют для бездомных. Сотни разгневанных жителей одного из районов собрались в аудитории средней школы, чтобы обсудить план строительства нового приюта для 200 взрослых мужчин. Новый шелтер – идея мэра Билла де Блазио. Он не теряет надежду выполнить свой план и построить в городе 90 приютов для бездомных. Но пока не находит поддержки среди горожан. Жители Квинса, например, категорически против такого благоустройства. Основных аргументов два. Этот приют будет находиться слишком близко к нескольким школам, и недвижимость в районе моментально потеряет в цене. Получается, терять деньги из-за тех, кто потерял кровь и надежду, жители Нью-Йорка пока не готовы. Один из самых значимых религиозных праздников для евреев – Йом-Кипур – не обошелся без происшествий. Правоохранители органы сейчас расследуют сразу два инцидента, которые произошли в Нью-Йорке. На этот раз неизвестные пытались поджечь синагогу и осквернили мемориал жертвам Холокоста. За ходом расследования этих преступлений следит моя коллега Ксения Муштук. Еврейский центр в Бруклине, район Парк Слоп, 8-я авеню. На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как к порогу синагоги подходит неизвестный мужчина и оставляет на ступеньках центра рюкзак. Через несколько секунд эта сумка загорится. Пожара удалось избежать только благодаря бдительности случайных прохожих. Подозреваемого в этом преступлении до сих пор разыскивает полиция. Инцидент произошел во время самого важного для евреев дня. Йом-Кипур. Я думаю, что, во-первых, те, которые планировали, так и предсказанно знают, что это день, когда большинство евреев приходят в синагогу. Я могу сказать, что в моем центре, слава богу, собирается и на другие дни тоже много людей. Но в Йом-Кипур, конечно же, основной аншлаг. Мы говорим о 600-700 человек, которые приходят на службу. И понятно, что любое большое скопление людей – это такая красная тряпка для тех, тех, кто хотят нарушить нас спокойно. Я не знаю, называть их террористами или нет. На время еврейских праздников власти Нью-Йорка приняли решение усилить патрулирование улиц. Накануне в разных храмах дежурили более 100 сотрудников департамента полиции. Но даже такие меры не помогли избежать правонарушений в мегаполисе и за его пределами. Так, в Вестчисере, в штате Нью-Йорк, вандалы атаковали мемориал Холокоста. Неизвестные повредили памятник и облили его краской. А вокруг расклеили плакаты с оскорбительными лозунгами. Сотрудникам понадобилось несколько часов, чтобы перевести памятник в прежний вид. Случаи антисемитизма растут не только в штате Нью-Йорк и других округах, но и во всем мире. Я очень расстроена, что это случилось в нашем доме. Мэр Нью-Йорка Билл Деблазио призвал полицию реагировать на подобные инциденты оперативнее. Правда, стражи порядка не считают эти происшествия преступлениями на почве ненависти. Очень часто они возбуждают дело лишь по статье «Хулиганство». То, на что направлены все эти акты антисемитизма, это того, что они направлены на то, чтобы уничтожить нас, как евреи. Они хотят уничтожить наш еврейский. И хотят уничтожить наше еврейское самосознание. Они хотят уничтожить еврейский народ, еврейскую культуру, еврейскую религию, еврейскую историю. И нам нужно знать, что для того, чтобы антисемитизм не победил, нам необходимо продолжать вести себя как евреи. Представители самой многочисленной в США нью-йоркской еврейской общины просят всех очевидцев инцидентов в Бруклине и Вестчестере сообщить любую информацию в полицию. Телефон горячей линии «Нью-Йорк Пиди» в городе работает круглосуточно. Его номер вы видите на своих экранах. Ксения Муштук, Илья Рыбий и Ксения Барабаш. RTVI Нью-Йорк. Продолжаем выпуск. Вдохновленные идеями знаменитой экоактивистки Греты Тумберг. Зеленые радикалы сотрясают Нью-Йорк уже который день. То они облили краской знаменитую статую быка на Уолл-стрит, то чуть ли не захватили главную площадь города, Тайм-сквер. И вот уже неделю активисты терроризируют улицы мегаполисом. Сегодня более сотни человек в спасательных жилетах участвовали в очередном протесте на Тайм-сквер. Там же появилась и зеленая лодка прямо на проезжей части. Таким образом борцы с изменением климата заблокировали движение транспорта почти на два часа. На данный момент известно, что полиция арестовала 62 эколога. Ну и от себя добавлю, будьте просто внимательны в ближайшие дни. Заранее выбирайте пути передвижения по городу. Так как по планам активистов подобные шоу они собираются устраивать еще целую неделю. Другим темам журналист известного телеканала NBC News Ронан Ферроу в своей новой книге в подробностях рассказал о секс-скандале своего коллеги. Так знаменитый ведущий Мэтт Лауэр стал главным героем произведения. Напомню, что руководство телеканала провело внутреннее расследование на NBC и обвинило телезвезду в изнасиловании женщины. О насилии со стороны Лауры рассказала журналистка Брук Нелбис. После скандала в 2017 Мэтта Лаура уволили. В книге утверждается, что экс-ведущий изнасиловал коллегу в гостиничном номере в Сочи во время Олимпиады. По словам Невилс, она сама зашла в номер к Мэтту, но секс произошел без ее согласия. Так утверждала пострадавшая. Юристы Лаура сообщили, что он свою вину не признает, но позже Мэтт Лаур все же сознался, что секс все-таки был и по обоюдному согласию. Уже совсем скоро пассажиры Нью-Йоркской подземки будут добираться до своих рабочих мест и обратно домой в два раза быстрее. Во всяком случае, это гарантирует губернатор Нью-Йорка Эндрио Коума. Сейчас поезда ходят гораздо медленнее, чем 20 лет назад из-за серии катастроф в подземке, которые одна за другой происходили в начале 90-х годов. Причины аварии были разные. К примеру, неисправные подземные светофоры и высокая скорость движения. Руководство компании МТА, которое обслуживает общественный транспорт, уже приступило к реализации программы под названием Safe Seconds, благодаря которой на 170 сигнальных пунктах увеличили скорость движения. Эксперты пообещали, что к концу года как минимум на 50% увеличится скорость движения на, внимание, 1, 2, 3 ветках метро от 14 до 34 улиц, а также на 7 линии в Манхэттене. Ну что ж, будем ждать. Ну вот как вы относитесь к работе метро Нью-Йорка? Что вас раздражает, а что нет в городской подземке? Делитесь своими мнениями прямо сейчас в прямом эфире на нашей странице в Фейсбуке. Там прямо сейчас вы сможете смотреть наш прямой эфир и делиться своим мнением. Мы продолжаем выпуск. Арендовать доступное жилье в мегаполисе становится все сложнее и дороже. Эксперты из компании Street Easy исследовали рынок арендной недвижимости в Манхэттене и пришли к выводу, что средняя цена для желающих пожить в центре города теперь составляет 2700 долларов за студию или однокомнатную квартиру. Еще полгода назад она была на уровне 2000 долларов за месяц. И за такую квартиру еще надо было бороться. То есть надо было поискать арендную плату квартиры. За такую арендную плату квартиры разбирают очень быстро. Но, к сожалению, прогнозы на ближайшее будущее неутешительные. Риэлторы заявили, что совсем скоро начнется новый рост цен на аренду. Именно это и заставляет многих нью-йоркцев покидать центр города и уезжать на окраину. Хорошая новость для любителей фигурного катания. В ближайшую субботу у знаменитого Рокфеллер-центра открывается каток. Сколько будут стоить билеты? Какой сюрприз подготовили организаторы для тех, кто первым встанет на коньки? И как получить индивидуальную тренировку? На все эти вопросы ответил дежурный по Нью-Йорку. Проще всего добраться до Рокфеллер-центра на метро. Станция так и называется 47-я и 50-я улицы Рокфеллер-центр. Конечно, сюда можно приехать и на машине, но жители Нью-Йорка давно знают, что припарковаться в центре города практически невозможно. Да еще и в Манхэттене самая дорогая парковка. Ну вот он, знаменитый каток в Рокфеллер-центре. Сейчас здесь идут последние приготовления. Температура воздуха составляет плюс 16-18 градусов по Цельсию. Идет небольшой дождь, но синоптики обещают, что в ближайшую субботу, то есть в день открытия катка 12 октября температура будет плюс 20 градусов по Цельсию. Поэтому погода, я думаю, будет подходящая для того, чтобы встать на коньки и прокатиться на знаменитом катке. В этом году сотрудники Рокфеллер-центра придумали необычную акцию. В субботу, в день открытия катка, здесь будут раздавать бесплатный кофе и бесплатный шоколад. Правда, только для первооткрывателей, то есть всего 8 человек. Ну и билет будет стоить 50 долларов США. Каток Рокфеллер-центр будет работать ежедневно до апреля следующего года. Ну а теперь о стоимости. Цена взрослого билета составит 25 долларов США, но это только до 26 ноября. Потом стоимость увеличится до 35 долларов США. Стоимость детского билета составит 15 долларов. И все эти цены указаны без учета проката самих коньков. Так что, если у вас их нет, вам придется выложить еще 12 долларов. Вот интересна история появления этого катка в Нью-Йорке. Открылся он в далеком 1936 году. Тогда его построили как временное место отдыха. Но уже в 40-е годы прошлого века каток в Рокфеллер-центре стал национальной достопримечательностью США. А еще здесь на катке в Рокфеллер-центре каждый день будут работать персональные тренеры. Так что для начинающих это очень хорошая возможность научиться наконец-то кататься на коньках и не чувствовать себя как корова на льду. Стоимость услуги 50 долларов и урок продлится всего 30 минут. Среди тренеров есть и самые настоящие звезды американского спорта. Например, на урок по фигурному катанию можно записаться в Джо-Джо Старбак. После успешной карьеры с начала 90-х она начала тренировать всех желающих здесь на катке в Рокфеллер-центре. Сейчас спортсменке 68, но это не мешает ей обучать и взрослых, и детей этому прекрасному виду спорта. Ну а вообще Рокфеллер-центр это не только каток, небоскребы и знаменитая студия телеканала NBC. Это еще и рождественская елка, которая появится здесь в центре Манхэттена уже через пару месяцев. Но об этом мы расскажем в наших следующих выпусках программы «Дежурный по Нью-Йорку». Денис Еридов и Феликс Глюкман. RTVI. Нью-Йорк. Ярчайшая и эпатажная звезда современности Мадонна была вынуждена перенести свое шоу «Мэдам Экс» в Нью-Йорке из-за травмы колена певицы. В своем инстаграме 61-летняя королева поп-музыки написала «Мэдам Экс». Сложно в этом сознаться, но она такой же человек, как и все. Ей нужно отдохнуть три дня, чтобы ее колено полностью пришло в норму. Я не лодырь и я не сдалась. Оно болит сильнее, чем вы можете себе представить. Как трудно изъясняется Мадонна. Пора снять каблуки и чулки на несколько дней. Очень надеюсь на ваше понимание, отметила певица. Нью-Йоркский музей современного искусства расширился. Новое помещение занимает почти 4000 квадратных метров. Масштабная реконструкция заняла почти полгода. На нее руководство музея потратило 450 миллионов долларов. Какие работы там будут выставлены, пока неизвестно. Возможно, это будут картины Уорхола или Пикассо. Я добавлю, что новый корпус откроется 21 октября. Ну, то есть совсем скоро. На этом все. Мне остается напомнить, что в любое время вы можете связаться с нашей редакцией. Если вы стали свидетелем происшествия или сняли необычное видео, пересылайте его к нам по адресу, который сейчас видите на экране. Вполне возможно, именно вашу новость мы покажем в программе «Дежурный по Нью-Йорку». А я, Денис Чередов. Благодарю, что были с нами. Мы обязательно увидимся вновь на RTVI. Редактор субтитров А.Семкин